Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи канал Изискальпин, и сегодня я расскажу вам, как же заработать на таком падающем рынке, и это особенно актуально на данный момент, так как нет точных сигналов ни на повышение, ни на падение, и на данный момент бреют и лонгистов, и шартистов, и я дам вам 10 способов для заработка, и освоить их сможет абсолютно любой человек. Но для начала хочу порекомендовать вам закрытый телеграм-канал Леон, где стал доступен открытый доступ на фьючерсный турнир всего для 200 человек, где дают по одной сделке в день, и предполагаемая прибыль будет около 3-5% в сутки. Ссылка на данный канал будет в описании. Итак, самое первое и простое, как по мне, это, конечно же, лаунчпады на различных биржах. Я участвовал всегда на трех лаунчпадах, трех бирж. Это лаунчпады. Первое от Binance, но, к сожалению, они стали выходить там очень редко, и последний из которых был, это Stepan с их токеном GMT. Далее это прайм-листы на Huobi, но, опять же, там очень много мультиакантов и участников, и за последние три прайм-листа я ни разу не выиграл на бирже Huobi. Также на бирже Huobi проходят кандидробы, где, сделав небольшой торговый оборот, то есть вам нужно купить и продать любую криптовалюту, вы сможете принимать участие в кандидропах, и там насыпают монет на пару долларов, но их можно не продавать, а оставлять до следующего бычьего цикла, и из этого может что-то выйти. Это так называемые аирдропы, если говорить простым языком. И самая лучшая биржа для участия в лаунчпадах, как по мне, эта биржа все-таки байбит, на который в месяц выходит минимум по два лаунчпада, которые отдают от 5 до 15 иксов, и вы сможете сделать минимум 50-100 долларов с каждого. Если у вас еще будет плюс-минус пару аккаунтов для этого, то ваша минимальная заработная плата на крипте уже составит от 300 до 500 долларов в месяц, только на одних лаунчпадах. Все подробные инструкции о том, как участвовать, я оставлю в описании на подробное видео с инструкцией. Идем дальше. Следующий способ заработка – это арбитраж криптовалюты. Я думаю, вы про этот способ уже слышали. Вообще, для облегчения поиска вы можете открыть сайт CryptoRank и выбрать интересующую криптовалюту и посмотреть в разделе арбитраж, сколько вы получите за один круг. Но сейчас расскажу суть метода. Вот вырезка из прошлого моего видео. Для начала смотрим, где торгуется наш токен GST. И я выбрал, и заходим на биржу MEH. И дальше выбираем актив GST в сети BNB, так как переводы в Солане пока что недоступны. И видим, что курс токена составляет 0,44 доллара за токен. И теперь, что нам нужно сделать? Мы покупаем их на 1000 долларов и получаем на бирже MEH 2272 токена. Далее делаем перевод данных токенов на кошелек Stepana и конвертируем уже там по их курсу. И получаем 1036 USDC. Итого 36 долларов получаем чистыми. И да, давайте отнимем все комиссии за переводы и получаем около 30 долларов чистыми, ничего не делая, просто делая переводы. И тут можно было купить токены GST в сети Binance Smart Chain на 1000 долларов на бирже MEH. Далее перевести ее на кошелек Dex Stepan. И там же продать эти токены уже по более высокому курсу, переведя в USDC. И с вычетом всех комиссий я заработал тогда в районе около 30 долларов за один круг с 1000 долларов. Как по мне, неплохо. И так можно было делать около часа, пока был спред между курсами. А если говорить проще, то разница между курсами на разных биржах. Следующий метод это арбитраж не криптовалюты, а просто валюты. То есть в простонародье так называемой P2P торговля. Что такое P2P торговля, если говорить проще, то вы берете и покупаете криптовалюту, например, с карты или с любого кошелька. И далее при продаже видите курс выгоднее. И при продаже крипты вам на карту падает уже чуть больше, чем было ранее. Но сразу скажу, что для этого вам нужны будут левые карты. И причем их очень много. Так как на многих картах, точнее на многих банковских картах, стоят ограничения на суточный торговый оборот. Или на месячный. Плюс я из Беларуси и у нас в РБ еще за это придет так называемое письмо счастья из налоговой. И вы должны будете уплатить еще плюс к этому 16% налога. И никакой круг по P2P торговле не перекроет этого. То есть нужна в идеале иностранная карта. И все, как сейчас говорится, крутили Binance на гривнях. Так как сам спред, то есть разница в курсе там самая выгодная. Я сам про этот способ объясняю поверхностно, так как сам в него особо не вникал. Но в интернете есть куча видео на эту тему и вы сможете там подробнее ознакомиться. Моя же цель просто предоставить вам способы заработка. А не только покупка и продажа криптовалюты на бирже. Следующим способом, каким бы он логичным не был, это стейкинг и фарминг криптовалюты из тейблкоинов. И тут мы вернемся опять же на биржу Bybit. И зайдем в раздел стейкинг. И сразу можно увидеть эксклюзивное предложение с большими процентами. От 600 до 800 процентов годовых. Как правило, это делается после добавления новых монет на биржу, чтобы монеты после покупки не продавали, а ложили в стейкинг и поднимали так называемую ликвидность монеты. А не укатывали ее просто в днище. Плюс такие пулы с большими процентами даются нам примерно на 2-3 недели, не больше. Ниже мы можем увидеть два вида стейкинга. Это гибкий и фиксированный. Кто не знает, при гибком стейкинге, после внесения нашей криптовалюты в так называемый гибкий стейкинг, мы можем вывести средства в любой момент. А в фиксированном мы можем вывести только в указанный срок. То есть, имея весомую довольно-таки сумму, чтобы не потерять свои деньги, вы можете застейкать их. Или, например, застейкать свои стейблкоины и получать пассивный доход. Как мы можем увидеть, USDC можно на данный момент застейкать под 5,5 процентов годовых. И следующий – это фарм-криптовалюты. Здесь уже идет процент чуть-чуть повыше. В чем суть фарминга? Фарм-криптовалюты – это, так сказать, внесение вашей криптовалюты в фарм-биржи для повышения ее ликвидности. Следующий вид заработка – это IDO-площадки. И тут тоже есть свои подводные камни. Первый, например, это топовая площадка Dowmaker. И чтобы там принимать участие в проектах и получить шанс на получение аллокации, вам нужно купить их биржевой токен Dow на сумму около 2000 долларов. Для многих, как по мне, это довольно великоватая сумма с учетом того, что курс на данный токен может просесть как минимум в два раза, например. И от ваших 2000 долларов останется уже 1000 долларов. И следующая площадка – это Solanium, где получить аллокацию вы сможете, просто выполнив пару заданий, это, например, подписаться на соцсети и сделать ретвиты. В общем, проявить просто социальную активность и все. Тут, как по мне, намного интереснее. Ссылки на данные IDO-площадки будут в описании. Также вы можете копировать сделки фондов, а точнее на крипторанке вы можете зайти на вкладку «Фонды» и выбрать интересующий нас фонд, и посмотреть, какие монеты находятся у них в портфеле. Как правило, фонды очень тщательно анализируют проекты и не покупают всякий щит коэны. Следующее у нас на очереди – это участие в ICO. И как по мне, у нас только одна единственная адекватная площадка для ICO – это CoinList. И на этой площадке получить аллокацию без мультиаккаунтов, точнее без множества аккаунтов, почти нереально. И этот проект тщательно проверяет каждый проект на вшивость перед выкатом на свою площадку. Они ну уж очень дорожат своей репутацией. И как по мне, это очень круто. И самое крутое, что сейчас на падающем рынке вы можете зайти на CoinList и пролистать чуть-чуть пониже. И увидеть, что многие проекты на данный момент торгуются всего на пару иксов выше своего листинга на CoinList или вообще дешевле, чем покупали их, например, фонды на приватах. Но перед покупкой все же изучите каждый проект. И самый перспективный, наверное, как по мне, вариант на данный момент по заработку – это как раз-таки участие на приватсейлах. И у нас есть возможность сейчас зайти в проекты до IDO и до ICO. То есть, когда дают возможность покупать только крупным фондом с огромными капиталами. И мы с командой заходим как раз-таки в такие проекты, тщательно их анализируя через фонд. И покупаем токены проектов за сущие копейки. И такие проекты могут дать вам в течение года или на бычьем рынке от 100 до 1000 иксов, а не привычные 5-10. Как-то можно сейчас заработать на альткоинах. Сейчас доступно два проекта – это Liberty Gaming и EsperChain. И в конце августа будет приват по еще одной очень крутой метавселенной. Поэтому ссылка на приваты будет в описании. Не забываем подписываться. Ну и последний приятный бонус на сегодня – это, как ни странно, партнерские программы от бирж. Как бы это ни звучало. То есть, например, я являюсь партнером биржи Bybit. И за то, что я приведу к ним клиента, они готовы дать вам приятный бонус, если вы зарегистрируетесь по моей партнерской ссылке. Как же это работает? Для начала вы должны зарегистрироваться по партнерской ссылке в описании. А если у вас уже есть аккаунт на бирже Bybit, то советую создать новый. Пополняете депозит, ведь для новых пользователей есть свои плюсы для пополнения баланса. Также вам нужно будет после пополнения сделать торговый оборот. Как его сделать? Все очень просто. Например, вы пополняете биржу на 100 долларов. А значит, вам нужно на эти 100 долларов купить, продать и еще раз купить любую криптовалюту. И в этом случае у вас торговый оборот уже будет 300 долларов. А для получения бонуса вам нужно сделать торговый оборот 250 долларов. То есть это условие вы выполнили. И в этом случае биржа Bybit выплатит вам халявное 20 долларов на ваш баланс. Ссылка на партнерскую программу будет в описании. Также все самое интересное я публикую у себя в телеграм-канале. А также проходят там розыгрыши криптобоксов. Ссылка на мой телеграм также будет в описании.